Украине, да, давно гасить порой их. Всех или как, или что? В общем, всех там русских полно. А, то есть русских оставить, а украинцев загасить? Конечно. Привет, я решил сегодня разобраться с вопросом, так чего же хотят россияне от Украины? Как на них повлияла российская пропаганда? И вообще, можно ли с ними договориться? Потому что вот я частенько последнее время раздаю на различным YouTube-каналам и просто ТВ-каналам интервью, и красной линией идет вопрос. Ну так, а что они думают? Чего они хотят? Чего им не живется нормально и спокойно? Так вот, чтобы разобраться с этим важным вопросом, мне поможет социологическая служба «Левада-центр», которая признана в РФ иностранным агентом, ну то есть практически вражиной. Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Меня зовут Роман Соболюк. Я корреспондент украинского агентства «Униан». Здесь мы называем вещи своими именами. И да, про подвеску я уже говорил, но для того, чтобы, так сказать, показать всю ситуацию в красках, я возьму и продолжу вот этот фрагмент, с которого начал видео. Это с канала «Что делать?», который не так давно назовела моя хорошая знакомая, знакомая Алла Наумычева. И ссылочка на полное видео эпическое будет обязательно в описании. Я вам рекомендую ее посмотреть полностью, если вас интересует тема, где нацисты, в России или в России. Скажите, а как вот вы поддерживаете политику Владимира Путина по присоединению Крыма и возможной войны на Донбассе? Поддерживаю Путина, правильно. Надо им показать, что они из себя. Есть внутренние дела Украины, есть геноцид русских. Украина является частью России, и украинский народ – это часть русского народа. Точно так, как и белорусский народ, мы один народ, единый и разделенный. Вот тот, кто сейчас провоцирует войну с двух сторон, является государственным преступником. В Украине, да, давно гасить порой их. Всех или как? Или что? Нет, в общем, всех там русских полно. А, то есть русских оставить, а украинцев загасить? Конечно. Достали они уже. А как загасить? То есть забрать всю территорию? Или как? Никак не отдавать свою, ничего, ни пяди. А кто на наше покушается? Ну, а если они войска подтягивают? Ну, глупые гости. Войска подтягиваем мы границы? Ну, и что? Ну, так а кто покушается? Никто не покушается, пока. Ну, хохлов спровоцируют, ну, что вы думаете? Конечно. Кто их спровоцирует? Ну, кто американцы, кто у нас? Главные по провокациям. Не китайцы же? Не знаю, ваше мнение спрошу. Китайцы наши союзники. Видео снято пять дней назад, оно поистине эпическое. Тут масса вопросов после просмотра у вас отпадет. Так что подписывайтесь на канал Аллы. И по ссылке будет полная версия на это видео. Оно заслуживает внимания для того, чтобы не жить в иллюзиях. Так вот, понятно, кто-то скажет, что вот эти вот опросы, они абсолютно не репрезентативны и не выдают общую температуру по больнице. На самом-то деле это действительно так. Но вы знаете, если мы оперируем социологическими службами, ну, в данном случае Левадой Центром, как я сказал, иностранным агентам, то выясняется, что вот в марте, когда только начиналась вот эта вот заваруха, якобы Украина нападет на мирных жителей Донбасса в российской военной форме, то отношение к Украине в России начало меняться. И вот если мы смотрим этот опрос, то отвечая на вопрос, как вы в целом относитесь сейчас к Украине, то получается половина граждан России относится к нам очень хорошо или в основном хорошо. 35% соответственно негативные у них ответы. И вот 15% не знают, хорошо мы, к нам относиться нужно или наоборот. Но вот в этих вот цифрах тут есть как бы масса нюансов по той причине, что как ты относишься к твоему соседу. Хорошо, но а ты считаешь, что справедливо у него такая вот красивая дорогая машина? Нет, можно услышать иногда ответ. Так вот здесь что-то очень-очень подобное. Что важно, вот эти вот социологические изыскания, они дают пищу для размышления. Что в связи с новым этапом накачки антиукраинской пропаганды, хуже всего к Украине начали относиться кто? Правильно, люди, которые смотрят телевизор. И соответственно это люди в категории, ну сколько там получается, 40+, а те, кто постарше, соответственно, примерно вот в таком вот ключе, что Украина это плохо. Почему? Потому что на российский телевизор врет. Тут важно, что молодые люди, они как относились к Украине нормально, так и относятся. Причем вот эта вот выборка молодежи, она стабильна в своих взглядах, 60%, вот тут даже видно, даже 68%, 66-68% относятся к нам хорошо или очень хорошо. Почему? Потому что они не смотрят на российский телевизор, и поэтому различных так называемых либеральных ютуб-каналов российских будет становиться все больше и больше, потому как в России и в Кремле думают, как же им работать с этой аудиторией. Но есть еще некоторые цифры, которые как бы должны нам прояснить картину. Вот казалось бы, да, сейчас половина россиян относится к нам хорошо, к Украине. Но вот если им задать вопрос следующий, с какими следующих мнений относительно независимости, цитирую, Донецкая и Луганская народных республик, вы скорее согласились бы. И тут выясняется, что 28% россиян считают, что ДНР и ЛНР должны стать независимыми государствами. Тут забавно, да, должны стать, такое впечатление, что новую партию идиотов привезли по той причине русский же телевизор, простите, российский телевизор, вы всегда мне делаете тут замечание. Он о чем говорит, что это и так две молодые, процветающие джимахерии уже много лет. А тут считают, что должны стать, то есть в будущем времени. Еще 25% считают, что ДНР и ЛНР должны войти в состав Российской Федерации. Так, 16% россиян хотят, чтобы эти оккупированные территории получили автономии в составе Украины. И, внимание, 10% российских граждан, согласно опросу Левада-центр, считают, что Донецкая и Луганская области должны входить в состав Украины на общих основаниях. Вот, собственно, и все. 10% нормального или не оболваненного населения. Хотя тот, кто посмотрел это видео, видео соцопроса на Аллы, тот, наверное, подумал, что эти 10% где-то прячутся. Что особо интересно, что по будущему оккупированных территорий в российском обществе растет непонимание. Что же с ними делать? По той причине, что, отвечая на вопрос, что ждет или что должно быть на оккупированной части Донбасса, в 2014 году в мае 15% сказали, что мы не знаем, что там должно быть. То есть, затруднились с ответом. То сейчас, фактически, это каждый четвертый, ну или каждый пятый. 21% не знают, как ответить на этот вопрос. То есть, российская пропаганда объясняет им, объясняет, что там русскоязычные, что они там какие-то больше русские, чем сами русские. Но в результате мы имеем вот такую вот картину, что 21% россиян сейчас просто этот вопрос подвешивают в воздухе. Чтобы разобраться с этой прекрасной темой, чего хотят россияне, войны или мира, есть еще один чудесный вопрос. Как вы считаете, чем, скорее всего, завершится конфликт на юго-востоке Украины? Да, Левада-центр, конечно, иностранный агент, но, кажется, в некоторых пунктах они все-таки не догоняют. Почему я так говорю? Потому что, видите, как они тут написали в юго-востоке Украины, в юго-востоке с большой буквы написали, что это, мол, какой-то отдельный политический элемент в теле Украины. Нет, это всего лишь оккупированная территория, тем более русские оккупировали Крым и, соответственно, восток Украины. Я подчеркну, что здесь Крыма, они не касаются в этих вопросах. То есть это же важно, потому что 50% к нам относятся хорошо, но Крым наш. И это нужно учитывать. И, кстати, судя по этому вопросу, не только Крым их, как они считают, но и оккупированные части Донецкой и Луганской области. Так вот, возвращаемся к соцопросу Левады. Как вы считаете, чем, скорее всего, завершится конфликт на юго-востоке Украины? 32% это противостояние затянется на многие годы. 19% ДНР и ЛНР войдут в состав Российской Федерации. Прекрасные у нас братья. Так, ДНР и ЛНР будут существовать как независимые государства, подобно Приднестровью, Абхазии и Южной Осетии. Отметили 12%. То есть что-то за независимые государства под российской оккупацией, мы прекрасно знаем. Это главная их особенность. Это нищета. Нищета русского мира, отсутствие каких-либо прав. Еще, значит, Донецкая и Луганская области вернутся в состав Украины на правах обычных регионов. Считает только 8%. Это тоже цифра, как мне кажется, российских оптимистов-порядочных людей. И вот что важно, 22% затруднились ответить на этот вопрос. Кстати, я, наверное, отвечал бы, если на эти вопросы, тоже поставил бы галочку в затрудняюсь ответить. По той причине, что ситуация малопрогнозируемая. И шансов, что территория в обозримом будущем вернется в состав Украины, немного будут продолжать грабить и убивать. Но чтобы комплексно подойти к тому, хотят ли русские войны или чего они хотят, нам на помощь приходит еще один социологический опрос. Вот он. Это отношение к США. Это все опросы, которые были опубликованы в апреле, то есть в этом месяце на сайте Левада. Почему тут важно сравнить, что думают про нас и что думают про американцев? По той причине, что согласно, опять же, этих исследований общественного мнения, главный враг Российской Федерации, правильно, Соединенные Штаты. А второе почетное место занимает, да, Украина. Так вот, что мы видим? По последним данным, к США относятся хорошо 40%, плохо 42%, и тоже достаточно большой процент неопределившихся, вот 18%. Что здесь, в этом соцопросе принципиально важно? Что к США относятся хорошо, как и к Украине, молодые люди, вот точно такой же показатель, 65%. Соответственно, те, кто постарше, и отношение к Соединенным Штатам становится хуже. И что здесь принципиально важно, плохо к США и к Украине, относятся те, кто смотрит российский телевизор. Самое главное, что здесь нужно выделить? Более образованные и более обеспеченные респонденты относятся к США лучше остальных. То есть, тут прямая взаимосвязь, и она применима и к нам. То есть, если человек обеспеченный, значит, он не тупой, он прекрасно понимает вот эти вот подвыверты, прыжки с подвывертами российского государства и оболванивание его населения. Тут еще спрашивают по поводу, как они относятся к словам Джо Байдена о Владимире Путине. Тут кто-то возмущен, кто-то не испытывает никаких чувств. Но тенденция понятна, что тупые, малограмотные, бедные, абсолютно зависимые от этого российского пропагандистского влияния. И это говорит о том, что эта тема реально работает. То есть, они с помощью телевизора самую вот эту вот неподготовленную часть российского общества подготовили, и они готовы в случае чего даже отправиться нести русский мир, точнее, русскую смерть в Украину. Кто сомневается, пожалуйста, опрос на улицах Аллы Наумычевой в вашем распоряжении. О том, что на Донбассе, извините меня, тоже наши люди, русские. Разве их не нужно защищать? Я думаю, надо. От кого защищать? От оккупантов, не от оккупантов, а эти, как гестаповцев украинских. Так что подписывайтесь на ее канал. Конечно же, подписывайтесь на мой YouTube канал. Мы здесь называем вещи своими именами. Дальше будет еще интересней. Но при любом раскладе событий, независимо от того, как к нам относятся российские граждане, мы исходим из того, из моей простой аксиомы. Украина була, е и буде. Так, чуть не забыл. Отдельное спасибо патронам и патронессам, которые гривнями, долларами, еврами и иногда даже рублями поддерживают мою YouTube деятельность и мой канал. Чао. Субтитры сделал DimaTorzok